Пятый класс, девятая серия. Множество. Множество х, элементы множества х. Это числа 1, 2, 3, 4, 5. Пять элементов в множестве х. Рассмотрим еще одно множество у, элементы 5, 6, 7, 9. Если мы сравним х и у, элементы этих множеств, то есть общий элемент. Множество пересекаются. Общий элемент находится в области пересечения. Только х принадлежат 1, 2, 3, 4. Только у, 6, 7, 9. Что такое разность множеств? Х минус у. Это те элементы, которые принадлежат только х. 1, 2, 3, 4. Другая разность – у минус х. Те, которые принадлежат только у. 6, 7 и 9. Если одно из множеств является подмножеством другого. На диаграмме это круг в круге. Значит, с элементы 3 и 5 – это общие элементы для этих двух множеств. Только х, 1, 2 и 4. Разность х минус с. Это те элементы, которые принадлежат только х. 1, 2, 4. А другая разность – это будет пустое множество. Если из с вычесть все элементы х, то не останется никаких элементов. Пустое множество. Если множество не пересекающиеся, общих элементов нет, значит, разность х минус d – это само множество х. 1, 2, 3, 4, 5. А другая разность – d минус х – это само множество d. Дальше элементы 6 и 7. Уравнение. 90 плюс х плюс х и еще раз плюс х. То есть прибавили х 3 раза. Можно представить в виде произведения. 3 умножить на х. Получилось 120. Как найти неизвестное слагаемое? Неизвестное слагаемое в виде произведения. Надо из суммы вычесть известное слагаемое. Значит, 3х получается 30. Чтобы найти х, надо 30 разделить на 3. Х равен 10. Еще одно уравнение. 110 минус х и еще раз минус х. То есть х отняли 2 раза. То есть можно сказать, что отняли 2х. Произведение 2 на х. Как найти неизвестное вычитаемое? 2х. Надо из уменьшаемого вычесть разность. 2х равняется 60. Значит, х будет в 2 раза меньше, чем 60. 60 делим на 2. Х равен 30. Еще одно уравнение. 2х. Это можно представить как х плюс х. Минус 100. Получается 80 плюс х. Слева и справа от знака равенства у нас есть одно и то же слагаемое. Одинаковые слагаемые. Х и х. Можно вычесть и слева, и справа одно и то же число. Отнимаем х слева, х справа. Уравнение принимает вот такой вид. Как найти неизвестное уменьшаемое? Надо сложить. Вычитаемое и разность. Х равен 180. Так, сейчас решим несколько задач на монеты. Монеты бывают достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей. Такая задача. Можно ли разменять 50 рублей монетами достоинством только 2 рубля? Да, можно. Если мы возьмем 25 таких монет, получится как раз 50. Так, а если монеты достоинством 5 рублей? Тоже можно. Надо взять 10 таких монет. А если есть монеты разные, вариантов много. Например, берем 9 5-рублевых. Это уже 45. Потом возьмем 3 монеты по рублю и 1 2-рублевую. 45 плюс 5 – 50. А теперь задача такая. Можно ли разменять 55 рублей монетами достоинством 2 рубля? Только 2 рубля. Два числа четное. Если все слагаемые числа четные, то сумма четна. 55 получиться не может. Так, ну а монетами 5 рублей, достоинством 5 рублей – это можно. Надо 11 таких монет. Если монеты и по 2 рубля, и по 5, то тоже тут вариантов много разных. Ну, например, возьмем 25 2-рублевых, это 50, и 1 монету 5 рублей. Такая задача. Можно ли разменять 50 рублей 25 монетами достоинством 1 рубль и 5 рублей? Здесь вот монет должно быть ровно 25. В сумме должно получиться 50. Можно использовать монеты достоинством 1 рубль и 5 рублей. Можно или нельзя. Значит, числа 1 и 5 – это числа нечетные. Если к нечетному числу прибавить нечетное число, в сумме получится четное. Но если нечетных слагаемых число нечетное, сумма нечетная. 25 монет, то есть 25 нечетных слагаемых, значение суммы будет получаться только число нечетное. 50 не получится. Значит, нельзя разменять так, чтобы было ровно 25 монет. Задача на переливание. Есть бидон 5 литров, есть бидон 8 литров, есть кран с водой и раковина, куда можно выливать воду. Как отмерить ровно 6 литров? Так, сначала наполняем большой бидон. Этот пока пустой. Переливаем. Из большого бидона в 5-литровый 5 литров, а здесь останется 3. Так, выливаем из 5-литрового, освобождаем его, здесь 3 литра. Теперь переливаем 3 литра в 5-литровый, 8-литровый пустой. Теперь наполняем полностью 8-литровый, здесь 3. А теперь из 8-литрового переливаем в 5-литровый 2 литра, потому что бидон 5-литровый, сюда можно как раз добавить еще 2. Здесь будет 5, а в этом останется 6. Итак, мы отмерили ровно 6 литров воды. Продолжение следует...